Алчак хранит былую тайну Алчак в переводе с тюркского означает низкий, плохой. Это действительно самая миниатюрная из вершин окружающих Судакскую долину. Ее высота всего 152 метра над уровнем моря, длина 1 километр, ширина 600 метров. Она ограничивает обширный Судакский пляж и Судакскую бухту с востока. В XIX веке использовалось также название Казначеева гора. Это название было дано в честь Александра Ивановича Казначеева, таврического губернатора, в начале XIX века, который владел виноградником Судакем. Несмотря на свое неприглядное название, Алчак является одним из самых красивых мысов Крымского побережья. Кристально чистая морская вода притягивает туристов для купания в море, аквалангистов, любителей подводной охоты. Посещать скалу Алчак можно самостоятельно. Вдоль всей скалы прорублена туристическая тропинка, которая проходит по всему периметру мыса. Когда-то, миллионы лет назад, над Алчаком плескалось глубокое теплое море Верхневюрского периода. Там же он древний окаменевший коралловый риф. Гора сложена серыми мраморизованными известняками, состоящими из окаменевших кораллов, морских ежей, разнообразных раковик, обитавших на дне древнего океана Тетис 150-130 миллионов лет назад. И повсеместно прошита многочисленными белыми жилами кальцита, достигающими в ширину 3 метров. В центральных частях жил изредка встречается прозрачная разновидность кальцита, исландский шпант, который отличается высоким двойным лучепреломлением света и хорошей прозрачностью. Этот кальцит используется в оптике для проведения экспериментов. В 1928 году на образцах алчакского кальцита известным советским физиком, академиком Петром Александровичем Ребендером, изобретателем знаменитого коктейля Молотова, был открыт эффект абсорбционного понижения прочности твердых тел. В науку он вошел под именем первооткрывателя. Эффект Ребендера. На алчаке даже проводились промышленные разработки кальцита, правда в небольших количествах. В 1937 году здесь было добыто 19 тонн минерала, из которого в процессе обогащения получили всего 200 граммов маломерного оптического сырья. Оставшуюся после выработки штольню можно увидеть на северо-западном склоне горы. Также на алчаке в конце 19-го в начале 20-го века геологи обнаружили золотистый перит, сульфид железа, и даже мелкое самородное золото. Судак объявили крымским клондайком, новым Эльдорадо, но золотой запас судакского пляжа оказался слишком малым, имеющим сугубо научное значение. В 1988 году территория Алчака площадью 55 гектаров была объявлена заповедным урочищем местного значения мыс Алчак-Кая с целью сохранения ценных флористических и особенно геологических и минеральных комплексов. Вдоль всего западного побережья мыса проложена экологическая тропа протяженностью 800 метров. В Судаке много известных, популярных мест, и Алчак, конечно, теряется среди такого разнообразия, но тот человек, который прикоснулся к тайнам этой горы, всегда будет помнить о ней. Алчак – древний, мудрый, почти вечный по сравнению с человеческой жизнью. Он умеет хранить тайны. Субтитры создавал DimaTorzok